Лепшая работа, хобби, которое приносит деньги. Это позволяет совместить приемное с полезным, заниматься любимой справой и подпросовывать. Количество подписчиков Олены Горбачук, больше известная на своем канале, как Цворик, перевалила за 100 тысяч, а гульный лик проглядывал ее роликов больше за 8,5 миллионов. Ручной работой конструктор-модельер оденя и теперешняя ремесница занимается с детства. Олена узгадывает, что уже тогда любимым декором были кветки, и они стали главной темой мастер-класса на ее канале. Коли относятся до хобби, до соправдной працы, делятся своим кредо-видо-блогерша, тогда и выники будуть. У своих роликах ремесница показывает, что кожный элемент композиции можно зарабить максимально реалистично. Я так посмотрела и думаю, чем я хуже? А почему я не могу добиться такого результата, чтобы мои цветы были похожи на настоящие, живые цветы? И когда от людей начал идти обратно и начинаешь с ними общаться, они начинают понимать тебя, они спрашивают. Бывает какая-то мелочь, а так хочется человеку донести как, а когда начинают в ответ идти дети, это вообще здорово. Дети до 15 лет хотят дарить подарки своим мамам, бабушкам, и это прекрасно. Гофрированная папера, материал довольно пластичный. Миновед из его складается большая шастка работ ремесницы. Есть виды, где основанный материал фоамиран и фетр. Как любимая справа приносила доход, Алена зарегистровала ремесную деятельность. Штуршком достворения ютуб-канала стал выход с декрета. Такую пропонову зарабил муж Мастрыхи. Просто предложил, она была в декрете, делать было нечего и особо. Поэтому создали канал. Первые видео были простые, просто какие-то прогулки. Немножко путешествий каких-то закидывали своих. Ну а в принципе она человек любит творить руками. Начала как-то делать, выставлять. Ружи, слонечники, косачи и устомы. Легче сказать, о каких кветок нема на мастер-классах ведомить сворик. Навыки их створения – плоды долгой и кропотливой працы, признается Алена. Рамесница робить усёк, облидачам было цикаво. Якость контента, периодичность выходу – головные умовы по успеху. Делится вида блогер. Если выставлять одно видео в месяц, человеку будет неинтересно. А как ни крути, мы каждый приходим домой с работы, хочет посмотреть что-то интересное в интернете, залазим. И все же всё равно лезут на ютуб. Мы посмотрели, если там ничего нет, мы про человека забываем. Поэтому я до сих пор стараюсь выкладывать три видео в неделю. У областной податковой инспекции констатуют. С выходом президентского указа, який значно спросил умов введения рамесницкой деяности, колькость ты, кто ступил на шлях рамесництва, у ПЭУ не нарасти. Как зарегистроваться, не обовязково навык у податковых орган приходить. А в своем намере можно поведомить письмова. Потом заплатить сбор. Одну базовую величиню и проступать. На территории Брестской области в 2017 году осуществляла деятельность, рамесленную деятельность, 5055 человек. В этом полугодии 2018 года эта цифра увеличилась до 6700 человек. Примечательно, что на территории города Бреста в прошлом году осуществляла деятельность 1370 человек. В этом же году уже 1850 человек. Алена Горбачук узгадывая, колья только начинала свою справу, сумневалась. Колья прикладенные намагания допомогли сделать с хобби соправданную працу. Анастасия Цекунд, Игра Накопян, Роман Филюсич, Телерадиокомпания Брест.